Заседание идет от теоретических построений и общих установок органов власти в местах к очень конкретным проблемам, которые нам предстоит решать в ближайшее время. И вот мое выступление как раз посвящено очень конкретной проблеме, а именно проблемой формирования медицинских фондов, актуальной. Которые в последнее время все больше и больше у нас обостряются, прежде всего в связи с теми нормативными документами, которые мы должны использовать в своей практической работе. В своем выступлении я остановлюсь на следующих вопросах проблем. И вот это новое понимание библиотечных фондов впервые было отражено в новой содержательной или контент-стратегии Британской национальной библиотеки. Это разработка, которая начала в 1906 году. Британская библиотека в данном случае является пионером первопроходцем в разработке этого нового понятия. Итак, в чем особенность контент-стратегии? Контент-стратегии объединяет стратегию сбора документов, которая нам достаточно знакома. То есть это все нам известные источники комплектования фонда традиционной, но и объединяет также и стратегию доступа. Это бесплатный доступ к открытым электронным ресурсам и платный доступ к ресурсам удаленного доступа на основе лицензионных соглашений, а также покупка локальных электронных изданий на съемных носителях. Необходимость перехода к новой содержательной стратегии формирования библиотечных фондов вызвана следующими тремя основными факторами. Во-первых, рост материалов, доступных через интернет. И уже понимание того, что силами одной библиотеки невозможно ни собрать, ни предоставить доступ к использованию всех электронных ресурсов. Второй – это переход от традиционного к электронному книгоизданию. Второй фактор. И третий фактор – это риск потери ценного содержания в результате быстротечности изменений новых форм бодпубликаций. Ну и в частности сейчас, например, активно очень, вы знаете, что на международных форумах обсуждаются вопросы использования ресурсов ЭК-2.0. И в частности, одним из ресурсов лидеры мирового библиотечного движения рассматривают, скажем, например, использование блогов, Викис и так далее, новых ресурсов ЭК-2.0. Мы, к сожалению, пока что до этого еще нам далеко. В стадии библиотеки необходимо еще раз уточнить зону ответственности между Национальными библиотеками и Российской книжной палатой информ-регистром, универсальными библиотеками и специализированными библиотеками, Национальными библиотеками и Центральными библиотеками субъектов Российской Федерации. По данным исследований федеральных библиотек до 70% того, что издаются в регионах, не попадает как фонда для нас понятия межпоселенческая библиотека. Планируется принять в качестве подзаконного акта положение библиотечного фонда Российской Федерации, который будет как раз регулировать те правоотношения, о которых я говорила выше. Также вносится изменение федерального законодательства об обязательном экземпляре. Ликвидировал институт плазного обязательного экземпляра. Давно уже практически де-факто ликвидировал центральный корректор научных библиотек, который занимался системой плазного обязательного экземпляра. Ну и вот, наконец, уже юридически этот институт ликвидировал. Надо сказать, что это был один из эталитмов вообще системы обязательного экземпляра. И он был присущ только бывшим социалистическим странам. То есть практически нигде в мире плазного обязательного экземпляра не существует дня. Значит, регулирование бюджетного учета у нас регулируется следующими документами. Это федеральный закон о бухгалтерском учете, 129-й от 21 ноября 1996 года. Новая редакция бюджетного кодекса, которая введена с 1 января 2008 года. Инструкция по бюджетному учету, которая введена приказом номер 25-Н от 10-го, 22-го, 2006 года. В настоящее время инструкция по бюджетному учету пересматривается. И в начале года, видимо, будет предложена новая редакция инструкции по бюджетному учету. И сейчас нашим федеральным библиотекам, в частности, Российской государственной, Российской национальной библиотеке, удалось добиться того, что введение новой инструкции по бюджетному учету приостановлено именно в связи с тем, что идет согласование с инструкцией по учету библиотечных фондов. Сейчас некоторые из присутствующих здесь присутствовали на директорском совещании, которое было только что в ноябре месяце в Российской государственной библиотеке, где присутствовали представители Мини-экономразвития и РОС полного имущества. И то и другое ведомство, оно, в общем-то, проявило достаточно прагматичный интерес в согласовании этих документов. И мы надеемся, что нам удастся согласовать вот эти документы, и действительно они будут для нас рабочими документами. Экономического смысла, которое мы вкладываем. То есть нужно использовать различные коды бюджетной классификации. 310-й основной наш код, куда мы ставим наши основные средства, в частности библиотечный фонд, когда мы принимаем библиотечный фонд на постоянное хранение.